Здравствуйте! По всей видимости это платье Бондо маленького размера. Но почему бы ему не стать сарафаном большого размера? Материал по всей видимости хлопок. Лиф отстрочен ниткой резинкой в 18 рядов. Это отдельная деталь, я могу ее отпороть. Рисунок ткани роскошный, сплошные орхидеи. Для дошивки я решила взять вот эту блузку без рукавку. Она подходит по цвету к рисунку самой крупной орхидеи. Материал синтетический, очень тянущийся. Не знаю какой это размер, но в пройме подходит, а больше ничего и не надо. Забегая наперед скажу, что это мое неудачное решение. Надо было взять ткань и материал или не очень тянущийся трикотаж. Я хочу сделать линию пришивания на линии груди. Делаю разметку на себе. Вот где-то здесь и вот как-то так. Лиф отпорола, полотнище отгладила. Сейчас я по краю их отстрочу стягивающей строчкой, чтобы присобрать лишнюю ширину. Вытягиваю нижнюю нитку строчки, по ней присобираю материал. У меня полуобхват груди 72 сантиметра, плюс около 3 сантиметров на свободное облегание, значит стягиваю оба полотнища приблизительно до 75 сантиметров. Отрезаю верхнюю часть блузы. Я в этот раз решила не пользоваться выкройкой, но где-то здесь все равно нужно будет учесть выточку. Поэтому режу с запасом. На линии груди отмеряю от проймы вниз по боковому шву по 5 сантиметров с обеих сторон. Скалываю, чтобы не сместились половинки. Под линейку отчерчиваю. Отрезаю с припуском 2 сантиметра на шов и всякие погрешности. Для верхнего края юбки возьму узкую резинку полсантиметра. Ее длину отмеряю по обхвату блузки. Сшиваю концы. Прикалываю к изнанке юбки. По боковым швам, потом еще в нескольких местах равномерно по всей кромке. Приметываю материал к резинке. Прихватываю точечно по всему краю. Распределяю свободную ширину материала по всей длине резинки. Сейчас я это все пристрочу на машине. Буду шить строчкой зигзаг, натягивая резинку, пока не почувствуется сопротивление стягивающей строчки. Потом сметывающую нитку перережу, снова натяну, снова пристрочу. Пристрочила. Край хорошо тянется. Теперь присоединю кокетку к низу. Выворачиваю юбку наизнанку. Блузка остается лицом наружу. Вкладываю ее внутрь юбки. Прикалываю булавками лицом к лицу, в боковых швах, по всему краю, в нескольких местах. Прикидываю, что у меня получилось. Как я и предполагала, нагрудную выточку нужно сделать, иначе материал ее компенсирует сам на свое усмотрение. Складываю кокетку лицом внутрь боковыми швами вместе. Отмеряю от середины переда 10 сантиметров. Где-то здесь должна быть вершина груди и выточки. От полученной точки черчу к пройме линию выточки. По боковому шву отступаю от обработанной проймы около сантиметра. А отсюда уже прямой линией отчерчиваю лишний материал по спинке. Вырезаю с припуском на шов 1 сантиметр. Вот теперь должно быть нормально. Снова выворачиваю на лицо, вкладываю внутрь юбки, прикалываю, приметываю. Строчу снова по резинке, но уже прямой строчкой. Также натягиваю резинку до упора и периодически перерезаю наметку. Края припуска обработала зигзагом, чтобы хлопок не растрепывался. Получился мягкий шов. Вот так выглядит платье с кокеткой. Отглаживаю и примеряю. Признаюсь, не нравится. Верхнюю часть по качеству материала я подобрала неудачно. Буду переделывать, только найду лучший материал. Когда поднимаю руки, эластичная кокетка поддергивает шов выше линии груди. Ну а в целом неплохая летняя модель. Если взять открытую майку из хлопкового трикотажа, получится хороший пляжный сарафан. Дорогие зрители, поддержите мои старания лайком и подпиской с колокольчиком. А я пойду еще что-нибудь придумаю. Благодарю за просмотр. До встречи!